Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Армянская церковь Святого Саргиса в Тигранакерте Западной Армении будет восстановлена. Власти Азербайджана разжигают религиозную вражду на государственном уровне абсолютной ложью, обвиняя нас в исламофобии. Амбудсме Республики Армения. Шедевр абстрактного экспрессионизма швейцарская газета о найденном холсте Аршил Горьке. Население Вана сокращается и миграция увеличивается. У подножья Гарына Мрут в Западной Армении обнаружен новый вид растений. Завершается реконструкция здания армянского драматического театра в Тбилиси. Каждый акт вандализма Азербайджана должен считаться преступлением против цивилизованного человечества. Заместитель директора фонда Афаи Куртошян. Армянская церковь Святого Саргиса в Центральном Сурском районе армянского города Тигранакер в Западной Армении была построена в XVI веке и со временем была разрушена из-за отсутствия армянской общины. Церковь занимает площадь 3769 квадратных метров. Надпись свидетельствует о перестройке церкви в 1840 году и находится в Тигранакерском археологическом музее. В рамках объявленного конкурса с использованием новейших технологий начаты обмерочные работы храма. Президент фонда армянских церквей Тигранакерта Эргун Аиг заявил, что это историческое здание является одной из двух сохранившихся церквей. Управлению геодезии памятников Тигранакерта поручено провести реконструкцию храма, чтобы его можно было сохранить на более длительный срок и передать будущим поколениям. Власти Азербайджана разжигают религиозную вражду на государственном уровне, абсолютной ложью обвиняя нас в исламофобии. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен республики Армении Арман Татойян. Исторические факты свидетельствуют об уважении нашего народа, а также армянской церкви к исламу и другим религиям. Армяне веками дружили со многими народами исламского мира. В Арцахе, например, сохранились верхняя и внутренняя мечети Шуши. Была полностью отремонтирована верхняя мечеть. А вместо этого азербайджанские вооруженные силы выпустили ракеты и осквернили церкви святого Казанчатсоц и Канаджам в Шуши. Они разрушили церковь святой Ас-20 в Мехаковане в Арцахе и осквернили церковь святого Ягишев в Матагисе. Они уничтожили армянские хачкары в Шуши и Гадруте, написал он. В новонайденном холсте Аршила Горький его великая боль в теплых тонах и под светом небес. Об этом сообщает швейцарская газета в статье о недавно найденной картине. Дочери художника заметили странные следы краски под знаменитой картиной «Предел». Оказалось, что под холстом была бумажная картина. В конце 2020 года началась реставрация картины. Если предел изображен преимущественно в серо-зеленых тонах, то найденная под ней картина представляет собой освещенную лучами света комнату, наполненную дыханием весеннего неба. Здесь можно увидеть свободно плавающую память о прошлом и будущем. Лето его армянского детства с яркими запахами и красками и лето в сельской Вирджинии легко переплеваются. Но в этом свете непростая судьба художника, мать которого умерла от голода в годы геноцида против армян, пишет издание. По результатам переписи, провинция Ван в оккупированной Западной Армении оказалась на одном из последних мест. Землетрясение 2011 года стало поворотным моментом в росте населения Вана, что привело к снижению прироста населения за последние 20 лет. Численность молодежи в Ване уменьшилась, эмигрировало большое количество квалифицированных специалистов, но эмигрировали граждане с более низкой квалификацией. Основная причина снижения заключается в том, что население предпочитает промышленные и торговые города для лучшего качества жизни. Вань, являющаяся стратегически, географически и исторически одним из важнейших провинций Западной Армении, продолжает нести потери во многих областях. Несмотря на то, что большая часть населения эмигрировала, безработица здесь остается высокой. Мехмед Ферат, научный сотрудник факультета биологии Университета ВАМ в Западной Армении, представил научному миру новый вид растений, обнаруженный им у подножия горыльным руд в Самосаде. Известный ботаник, продолжающий изучать территорию Западной Армении, за последние годы приобрел большую известность благодаря открытию многих новых видов растений. Единственный в мире государственный армянский театр, действующий за пределами Армении, государственный армянский драматический театр имени Петроса Адамяна в Табилиси. Он откроет вскоре свои двери в полностью отреставрированном здании. Однако строительство, длившееся около трех лет, не нарушило работу театра. Они гастролировали в ряде общим в Грузии, а также в разных странах. Табилисскому государственному армянскому драматическому театру имени Петроса Адамяна 166 лет. Он был основан в 1856 году. В нынешнем здании в Авлабаре театр работает с 1937 года, а до этого он находился в здании нынешнего государственного драматического театра имени Шота Руставели, где действовал и грузинский театр. 23 ноября 2020 года министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил, что армяне даже арменизировали крепость Шахбулаг, установив Хачкар. Мы выяснили, что фотографии, представленные министром-фальсификатором за факты, были не из упомянутой крепости, а из Грузии, из крепости города Ахатсхэ. 16 марта 2021 года президент Азербайджана Илхам Алиев объявил из Цахкаванка в Гадруте, что армянский протокол монастыря является ложным. При этом Илхам Алиев даже не представляет себе, что упомянутый протокол 17 века публиковался в различных трудах до создания государства, которым он правит сегодня и начиная с 19 века. Статья полностью доступна на нашем сайте. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!